привет друзья с вами юрич как мир сегодня у нас в гостях коллекция satellite wave от citizen всем известный калибр f-150 уже не раз у нас мелькал на канале но преимущественно часы у нас были с рынка японского была серия тесса также были часы с американского европейского рынка такой интересной формы корпуса подушка образный и наконец до нас добрались часы с европейского и американского рынка которые делаются кстати в японии но в самой японии не продаются и так модель сиси 3658 и бывает синие бывает черные на ремне на стальном браслете бывают разные и мы с вами сегодня смотрим на модель в таком полностью сатинированном корпусе с белым циферблатом и немного биколорным оформлением как вы видите моделька преимущественно вся сатинированная то есть даже браслет даже более того боковые грани браслета они ребят сатинированы очень редко встретишь такое сочетание но здесь оно вот применено глянец на кнопках застежки на кнопках управления функциями и немного на грани безеля сам безель он матовый выглядит неплохо такой стальной хороший и достаточно добротный сделано все очень даже неплохо как я уже сказал корпус часов стальной увесистый порядка 150 грамм он весит на руки 17 сантиметров часы сидят в общем я считаю очень даже неплохо диаметр циферблата здесь составляет 32 миллиметра диаметр стекла составляет 38 миллиметров диаметр по безелю это 43 миллиметра со всеми выступами 46 половиной миллиметров высота часов составляет 48 целых семь десятых миллиметров и толщина 13 миллиметров что кстати больше чем толщина внутри японской серии тесса которые имеют толщину 12 половиной миллиметров и является одними из самых тонких часов в мире с gps на часах если минафор светит в целом неплохо свечение приятное но как и на любых собственно часах без 3 те она недолговечна до утра может дожить а может и нет застежка вы видите к простоватенькая но защиту citizen хотя бы летая хотя сама застежка честно скажу мне не понравилось она от более дешевых моделей да и весь браслет в целом я не могу сказать что доволен кстати официальная цена порядка тысячи 100 долларов а цена в продаже порядка 800 где-то 750 долларов рублях порядка 40 небольшим тысяч рублей так вот за эти деньги я считаю часы удались очень даже неплохо не будем забывать что здесь калибр gps вы можете видеть сателлит вэйв написано сделано в японии разная служебная информация и за эти деньги пожалуй есть только один конкурент это seiko ssf 0030 один но он стоит немного подороже эту модель она стоит порядка 50 тысяч рублей здесь мы имеем чуть меньше на 100 долларов то есть где-то 43 44 тысяч рублей часы за эти деньги действительно удались на циферблате вы можете видеть индикацию даты на трех часах на 7 8 часах индикацию дня недели сейчас он показывает воскресенье также в правом скажем части дополнительного циферблата это уровень заряда батарейки нажимаем на верхнюю кнопку и проверяем практически полный заряд кстати время сдвинулось стрелочки все сдвинулись чтобы нам не мешать смотреть на дополнительные показания право нижняя кнопка она отвечает за синхронизацию короткое нажатие нам покажут что синхронизации не было уже некоторое время и можно и провести длительное нажатие на правую нижнюю кнопку запускает режим rx time то есть синхронизации только точного времени право верхняя кнопка и ее длительный нажатия запускает режим rx gps то есть вы меняете не только точное время но и меняйте часовой пояс всего здесь предусмотрено 40 часовых поясов 27 городах мира точное время у вас считайте на запястье будет всегда и везде перевести часовой пояс вручную не составляет труда для этого вытаскиваем заводную головку на один щелчок и крутим заводную головку по часовой стрелке либо против выбирая свой часовой пояс я выберу плюс 2 у меня второй часовой пояс и действительно время сейчас практически час дня еще до слова калибре f-150 это самый точный калибр gps 5 секунд в месяц точность без синхронизации друзья при этом солнечная батарейка естественно вечный календарь еще раз дата и день недели у вас это все будет всегда под рукой либо точнее скажем на руке вас это будет за свои деньги знаете хорошие действительно часы водозащита кстати на часах 100 метров сапфир нигде не указано супер прозрачный он или только с односторонним антибликом но когда на часы смотришь возникает ощущение что сапфира все-таки нет и я склонен думать о том что здесь двусторонний антиблик что опять же радует поскольку денег часы стоит и в эту цену бывает производитель не ставит двусторонний антиблик и вы можете смело купаться несмотря на то что заводная головка не закручивается кстати на сейка на конкуренте она также не закручивается я вам скажу что за свои деньги часы мне очень понравились хорошая такая модель наличие gps это конечно классно и за 50 тысяч рублей выбор на самом деле не такой уж и большой выбор это между сейка ssf-003 g1 и одноименный citizen f-150 cc 3020 57l синим циферблатом либо есть такие же но с коричневым в общем то это единственные конкуренты данной модели в данном ценовом сегменте но если мы говорим о механизме то он считается сейчас самым лучшим по точности и по техническим характеристикам работы gps в том числе могу рекомендовать эту модель покупки на руке не сидят хорошо качество в целом хорошая и опять же повторюсь не устану за свои деньги наверное лучше сейчас не найти единственная биколорная модель не всем придется по вкусу но модель с черным синим циферблатом я уверен многим понравится и я вам желаю приобрести данную модель если ищите что-то с gps и недорого а на этом будем заканчивать я вам желаю отличного настроения друзья носить хорошие часы всем пока удачи